В небольшом кабинетике в Доме Севера всегда уютно пахнет свежезаваренным чаем и дверь гостеприимно распахнута. Хозяйка щедро угощает гостей и за чашкой чая решаются многие вопросы. Красивая, с лучистыми смеющимися глазами настоящая северянка Татьяна Васильевна Сивцева родилась в тайге и всегда руководствуется в жизни заветами предков. Я родилась 13 ноября в участке Комка. И у меня родители, Ряшков Василий Гавридович, якут, саласа, а мама Евдокия Семеновна, эвенка, с гор у таинских. И вот они удивительно встретились зимой. Он охотится, мама оленей пасет. И мама образования у него всего училась, реклассовала, только подписи. Отец уже немножко такой, но они очень такие добрые, любящие природу были. И они встретились и поженились. Говорят, когда я родилась, совершенно, моментально выскочила, как пуля, и сразу заорала. Когда я заорала, даже до сих пор дядя Михаил все говорили, все лошади побежали по аласу, олени встали, все рогами сприпутались, корови, коровники, коровы. В общем, тогда они сказали, о, Михаил Михайлович сказал, и до сих пор у меня даже запись его есть, «Бога, андойден, угуннарда, разбудила весь мир». Вот, и она пройдет в Билин-Сити-Яга-Дене, «Бога-Туга-Сити-Яга-Бартен», «Бога-Туга-Сити-Яга-Бартен», и мне имя он дал, Татьяна. Вот поэтому я очень люблю свой Верхнеколумский район. Он раньше к Среднеколумским район не относился. А родители мои действительно трудолюбивые. Отец всю жизнь охотник, рыбак, коневод. Последнее время он был все время коневодом, поэтому я очень люблю лошадей больше, потому что оленям-то редко общаемся, когда только они подъезжают на собрания колхозные, приезжали. Мама, чистоклубная, в Энке, она очень мечтала иметь оленей. И всегда, и весной, и осенью ездила к себе на родину, и всегда отец разрешал, и она приезжала такая с радостью, счастливая обратно к своим детям. У нас у мамы с отцом 9 детей, 8 дочерей и один мальчик. Отец все время хотел мальчика, но и мальчик Владислав наш предпоследний родился. А Верочка самая маленькая родилась, когда я приехала учительницей, у мамы грудной ребенок был в 70-м году. Я закончила якутское педучилище, я очень рада. Вот учительское 4 года училась. И очень интересно, все время в классе училище я была самая маленькая. Я же 13 ноября, и по нынешним меркам нормально. А по тем временам я поступила 6-летней. Семи не было мне. И поэтому, ну, когда видят ОЖ-1, ОЖ-2, учатся в первом классе, в котором у Дечкова Таня, у которой семи нет. Рано приехала, директы, даже с Япкутска. И спрашивают, сколько тебе лет, ну, это все. Кто мама, кто отец. Я говорю, я так хорошо говорю, Евдокия Семеновна, но ее народ называет деп-деп. Отца Дечкова Василия Гаврилева, чего народ называет Мокобалой. Представляете, они даже все посмеялись. Но я про себя думала, наверное, вот эти сидят люди, выбирающие артистов. А я-то раньше хорошо пела, как бы, да. Бабушка Соня замужем была за кремльского, за русского. Как приезжают, они начинают петь по-русски, бароню танцевать. Я с ними вместе старалась изучать этот русский язык. А бабушка Хедя. А между ними под ногами все время я прыгаю, пою, танцую с ними. Вот это мне очень запомнилось. Их спрашивают, видно совершенно, танцевать умеешь? Петь умеешь? Я говорю, да. Пока, баба, не одевай. Что умеешь? Я начала бароню танцевать. Бабушка же научила мне бароню. Вот тут внутри у меня платок носовой красивый, который бабушка мне подарила. И тут этот кремльский русский подарил. Ты так легко танцуешь? Это ребят так, понимаете? Он вон вот. И я начала бароню танцевать. Барыня, 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 сударыня. Вокруг всех. Так посмеялась. А еще что умеешь? Хедя. Хедя танцует. А ну-ка вы тоже встаньте. Я тоже сядю свою приглашала их. Так посмеялись и сказали. Ну, Ведокия Семеновна, у тебя Таня умеет и читать, и считать. А какие стихи знаешь? Начала я этих Пушкина стихи маленькие читать. Начала про осень, про зиму. Они сказали, ну хорошо, все, мы решим. Через какую-то дверь открылся холод. Все прямо зашли к нам в дом и сказали. И мама их усадила и сказали, Таня будет учиться. Все решили, пусть она учится. И вот я шестилетняя училась. И когда поехала учиться в школе же, в Орлахской школе всего же было 8 классов. 9 класс не было. И все ехали учиться в Зирянку. Мой Степан тоже там учился, мой муж, а все туда. А я решила, хочу быть учительницей. И поехала сдать экзамены на учителя начальных классов. А у меня было всего 13,5 лет. И когда учиться поступила, нормально. Когда 4 года закончила, у меня 17 лет, 18 не было, начала учителем начальных классов. Там в школе второгодники и так далее, они были по 10, ну, около 20 лет. И они мне говорят, Таня учитель, они надо мной в семья, а потом я уже вошла в колею и, конечно, стала учить. И все мы имеем образование, все. Из 9 детей, 6 имеем высшие, трое, по 2 высших образования. И все образования имеем 4 отличников просвещения. В общем, мама очень хорошо воспитала нас. Но она строгая была, но она себе позволяла расслабляться. Но она была, конечно, языкастая. Она за себя стояла и говорила, никогда себя не давайте обижать. Если не правы, вначале послушай. На основании чего? Сразу ответ не давай. Все выясни, а потом докажи свою правоту. Отец у нас очень равновешенный. Он хозяйственный, очень такой, вообще малословный. Но он приносил рыбу, мясо. Это все у него, каждым разом все лучше и лучше. Если весной и летом первые цветы или первые ягодки, отец приедет, маленькие баночки соберет первые ягодки, маме принесет и всем нам. Голубика, земляника, княженика, вот как раз перед вами на столе, да? Морошка. А юколу-то как отец сделал? А отец у нас был вообще мастеровой. Сахалы, Маганан Кегенера Хамторбат. Он очень мастеровой был. Поэтому я думаю, очень много доброго, хорошего наши родители нам дали. Далее. Я хочу одно сказать. Мама всегда говорила, вы должны замуж выйти все. И быть верными своим мужьям. Я, никто в нашем роду не разводились. Вот представьте, вот я всегда думаю, да, мы все, у каждого, как говорят, мы живем благополучно, со своими, своей семье. Разведенных у нас вот от дочерей нет. Степана Васильевна, а как вы выбрали себе Степана? Степана я не выбрала. Степан меня выбрал. А это было бы вообще. Я же учительница. Все время до учительства, когда я была студенткой, он сам мне приехал. Или на Повыбку приехал. Там же три года они служили, да? Приехал мы, познакомился. До этого, когда я еще не уезжала, когда мама у нее и моя мама, то вон она, и металлель, обрабатывают беребку для саней. Это же надо обработать шкуры не корова, а лося. Вот это все. Они там крутили вот это. И в это время Ульяна приходит со своим мальчиком, они играют, мы девочки. И Ульяна говорит, о, вот эта девочка хорошенькая. А Асёпа мне говорит, о, какая маленькая на меня. Я про себя думаю, ну, Степан, я вырасту когда-нибудь. Я за тебя замуж ни за что не пойду. Мы даже так смеялись. Ну, а потом он, после армии пришли, познакомились. Он за мной четыре года ухаживал. Четыре года ухаживал, ухаживал. Мы даже не целовались, редко так. На свидание идем после кино. Муратай, усункюль. До такой степени все кино разберем и придем прямо замерзшие. Не знаю как. Прихожу дома, зубы, одеяло между зубами, чтобы не слышно было, что я сильно замерзла. Мама мне говорит, что так долго ходите? Простынешь же, потом рожать не будешь. Я говорю, о, мама, эти вопросы еще рано говорить. И вот четыре года за мной ухаживал. И в один день мне вот так. 7 января, у него день рождения. Никогда Сёба за четыре года к нам дома не заходил. Только с улицы кинул и уходим. И вот как раз в ноябре доярки собрались. Нас, свои коровы ранее отелились. И вот домино играет. У нас дом большой. Там пришли доярочки. И одного не хватает. А потом мы пришли, я зашла и все. Таня, Сёба тебя проводил? Я говорю, да, он уже ушел. Быстренько бегом из одних доярок. И кричат, Сёба, остановись, иди сюда. Заходи. А Сёба с радостью. А что? Вот, играя с нами домино. Он такой счастливый. С ними вместе сидел, играл. Это было 7 января, день его рождения. А потом смотрю, я уже вторая пристройка, мы там девичник у нас. У меня своя комната, учительница. И вот, смотрю, Степан пришел. Чего ты пришел-то? Да они там, у них перерыв, они все курят. И тут Таня, скажи, замуж мне выйдешь или нет? Я говорю, не знаю. А потом еще раз пришел. У меня сегодня точно сказали, замуж за меня выйдешь или нет? А я говорю, а что? Говорят, ну, надо решать. А я говорю, ну, хорошо. Ковер красивый есть. Этот ковер мы до сих пор сохранили. Ну, аккуратненький. Я говорю, идти быстренько, люди придут, плохое подумают обо мне и о тебе. Я говорю, крупно. Да. И три воскресательных знака, и они из черточков. Как увидел, он сразу меня в щечку поцеловал и убежал счастливый. Все. Это было, как говорят, наше решение, что я за него замужем ухожу. Ну, он мне нравился, я его потом полюбила. И оказывается, единственный, никем незаменимый мой Степан. Я говорю, мой Степан, все обижаются. Вот мы привыкли друг другу верить, друг другу понимать. И вот когда трудности всякие бывают, мы с ним обговариваем. Ну, в жизни бывает разное. У меня дети, у нас 10 внуков. Какое счастье! Мы ради них живем. Сколько радости, сколько счастья. Мы всем детям дали образование, всем. У нас старший университет, я губ закончил. Информатику, математику, Алешка. Потом второй сын у нас закончил зубной врач. А потом следующий у нас закончил техническая, плавает. А Костик у нас Академия гражданской авиации Санкт-Петербургской закончил. А дочечка-лапочка, экономистка, вначале закончила финансовые, вот которые престижные, и потом высшие. Поэтому мы детям всем дали образование. И дети с такой же радостью сейчас своих детей учат. Даже тех, которых, например, в этой жизни нет, старший сын Алешка, Степан наш, это в честь нашего отца. Почему? Алеша, когда говорил всем, вы никто из вас не называйте мальчика Степаном. Я говорю, почему? Он говорит, я назову. Потому что выйдет Сипсов Степан Алексеевич Второй. Как дедушка. Вот так оно и получилось. Поэтому он у нас есть. Наше счастье, Степан Сипсов Второй, помогает. Учеба закончил, а мы съездим. И сейчас работает. И еще он хочет там учиться, там учиться. Он говорит, я есть бабушку. Я была завучем по высоте на работе, школу заменяла директором. И вот меня избрали на сессии председателем сельского совета. У меня пятеро детей. Дети маленькие. Маленькому сыну было три годика. Костику. А в это время началась талонная система. Потом продукты тоже ограничены. Вообще это очень сложное время было. И в это время как раз попалась я. И цель себе поставила, чтобы накормить. Пока зимник есть, все привести к себе. Я бы хотела отблагодарить за понимание моих земляков. Тогда же поселку было 945 человек. Хозяйственные книги. Тогда у нас было более 500 дойных коров. 500 дойных коров. 26 доярок, у которых более 20 коров. Еще там нетили, еще на ремонт, еще быки. Только лошадей несколько тысяч было. И люди, охотников, даже не говорю охотников практически на все участки. Самое главное, что когда летом ферму отправляли, ферма, только ферма в шести участках была с коровами доярки. А что касается коневодов, еще же лескос был у нас, лесорубы, рыбаки. В 26 участках летом у меня люди находились. И в это время утром я с 7 утра в 8 выхожу радиостанции. И берем отчет, сколько дойные коровы. В общем, проблемы все. И мы в то время, спасибо, советское время, когда нам неделю один раз вертолет, или через 10 дней вертолет объезжали все наши участки. Кому хлеба, кому продукты. Все-все-все развозили. По земле тоже. Это, считайте, председатель женщина. Это очень сложно, но у нас люди очень дисциплинированные были. Все время они вот сказали, выполняют. В общем, очень дружно, очень хорошо поселок был. Я их очень люблю. И меня назначили в район. Начальникам Мороза Севера. Потом управление социальной защитой района. Зырянка, русскоязычное население. Все русские. Район был тогда, вот сейчас мало, 11 тысяч населения было тогда. Его считайте. Все в администрации, у нас было два человека. Ну, как бы, скажем, азиатская, ну, такая местная, тем большая венка, никого не было в жизни, что в администрации было. И тут я. Ну, что я, сельский совет, все знали, что там такой интеллигент. И Антипин Степан Ильич, он был в сельхозуправлении. Ну, там у него специалисты были там несколько. И вот. И далее они поняли, что кадровая политика местного населения надо. И мы начали привлекать местное население и их учить. Врачей много выучили, бухгалтеров, юристов. Перед своей работой в администрации я список посмотрела. Средний, высшего, среднеспециальных только медиков выучили вот на целевые места 27 медиков. Ведь они многие же вернулись. Началось от того, что в 2004 году был на конкурсной основе. Меня назначили руководителем филиала Центра содействия коренным младшим народом Севера. Это было особое соглашение президента республики Саха, российского центра, российской ассоциации. И в этом доме вот меня назначили. И очень красиво, достойно было соглашение. До сих пор по этому соглашению я вот и работаю, помогаю людям, да. Конечно, мне здорово помогает вот юридическое образование, которое я еще в администрации когда училась, работала. Мы все выучились на юриста, потому что время такое было. Надо знать законы. Мама мне тогда говорила, вот ваша сестра Мария Михайловна общину создала. Она ивенка, вы тоже же ивенка, почему не создаете? Скоро останется звезд земли. Вот создали. Ну а потом юридически регистрироваться в Министерстве юстиции – это очень сложно. Мы прошли нормально. И тут по землям уже разговоры шли многие годы. Уже лет 3-4-5. И мы начали закреплять наши территории. Хотели только Орлахские. В этот период ни у кого в Верхнеколымске не было общины. Мы создали родовую общину имени Василия Горячкова и закрепили 4 участка. Я этим горжусь. Все-таки моя родовая община сейчас имеет 1 745 500 тысяч охот угодий. Одна третья часть Верхнеколымского района. Если у человека есть земля. Вот, например, даже дачный участок – это такое добро. Вы посмотрите, у меня помидоры до сих пор, огурцы, консервы, картошка. Дети, когда мои нынки у меня из 10 внуков, 8 внуков за лето были. Это же здорово. И мои племянники, и родственники. Это же тепло, добро, красота. И поэтому я хочу, чтобы все с добром отнеслись к природе. И благодаря тому, что я, например, в данное время горжусь, что СОНТ, 50 лет в ВУЗ, все-таки я подняла. Ага. Вот Сибирянку, когда я здесь приехала, мы как раз лидеры женского движения, мы же давно, вот, ассоциации. Вера Серапимовна, Елена Поликарповна, я и многие, ну и, конечно, Ильида Спиридоновна. Мы стали учредителями, и в 2004-м решили, и в 2005-м зарегистрировались. И мы создали Сибирянку. Сибирянка, конечно, это очень хорошая наша организация. Очень трудно было в первых порах, потому что признать нас, обществе, когда есть женская организация, республиканская, они не понимают, что мы, молодости народа Севера, совершенно другие женщины. У нас другой подход нужен. У нас традиции другие, обычаи другие, язык другой. И поэтому мы постепенно убеждали, постепенно показывали, что мы другой народ своими культурами, традициями. И вот, из года в год мы начали уже принимать участие на всех выставках, начали поднять везде, всюду, наших женщин в районах, работать мастерицами. И сейчас, мне кажется, наши женщины в своих районах уже начали себя проявлять. Это хорошо. Свои традиции, обычаи. И вот Сибирянка, нынче, 16-й год, приняли участие в Москве в фестивале международном, тоже конкурс «Сокруще Севера». И, конечно, мы там себя неплохо показали. Из года в год, вот даже вы можете посмотреть, 14, 15, 16, 17 годы мы все время первое место занимаем по национальной кухне, традиционному кладу жизни, различным направлениям. Нынче, конечно, мы тоже неплохо выступили. Тоже первое место мы заняли по Сибирянка, как по фольклору, песенному, музыкальному. Далее я заняла первое место именно в этом международном конкурсе. Мясо, рыба в таком конкурсе. И Колымский гусь. Я там в Москве. Нам дают место, где красиво, достойно, мы должны там приготовить. И мой Колымский гусь занял первое место. В жизни я хочу одного. Чтобы было много добра друг другу. Вот.